Мы приветствуем Лауру и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она кивает. Хорошо, что с ней там визуально, что ты видишь? Визуально арахноид большая на голове и какая-то конструкция в теле перекосила ее. Хорошо, с силами его намерения скидывая этого арахноида в клетку тюрьмы 1, 2, 3. В клетке тюрьмы скэнер просканирует Лауру, отключи эту конструкцию, вытащи ее из биополя полностью со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. И как это все выйдет, отправляя в клетку тюрьму. Да, это плата, она в клетке. Хорошо, Лаура так лучше? Да, намного лучше, в верхней части. Сейчас будем разбираться, кто это все сделал. Даю команду на счет 3, скэнер сканирует пространство над головой Лауры, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Энергия притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Лауры, находит все. У нее гомоноид конструкции вышел. Да. Дальше лизард. Лизард. Инткул и джинн. Все. А уже куда больше. Какой у нас джинн? 5511. Синий или уже начинает золотеть? Хорошо. Сколько находился в биополе джинн? 2 года, 3 месяца. Сколько инкуб находился в этом биополе? 4 года. Сколько лизард находился в этом биополе? 11 лет. 11 лет. Откуда у нас гомоноид? Серьезно. Кто ты? Интересует душа, биоматериал, создание копий, продажа. Торговый, значит ловец душ. Сколько ты находишься в этом биополе? Недолго, 3 года. Конструкция сколько стоит? Год и 7. Сколько ты копий отправил уже? Несколько, это первая. Хорошо. Арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 12 лет. 12 лет. Да ты там вырос, я смотрю, уже в ней. Подрос. Да неплохо, подрос. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии. Лауры спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в ее биополе. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Искеннер, дай мне полноту души Лауры на настоящий момент. 94. 6% не хватает. Хорошо. Итак, Джин, что ты делал здесь 2 года и 3 месяца в этом биополе? Какие неудобства ты доставлял ей? Интриги плел. Серьезно? А какие примеры приведи? Интриги Джинов. Интересно послушать. Он показывает энергию вокруг нее, заплетал от рук и ниже, ноги все у нее, как косички в энергии. Хорошо. Что ты получал? Он заставлял дорожки, как косички, это дорожки, на которые он направлял ее. Получал он энергию, получал эмоции. А она что получала? Разочарование. Получала. У нее был восторг, потом разочарование. Хорошо. Я думаю, это состояние Лауры знакомо. Лаура, вот причина ваших разочарований. Тот, кто вас направлял по этим дорожкам. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Лаура забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Усилие потоки в 50 раз. Лизар, ты 11 лет сидел в ее сердечной чакре. Расскажи, что ты, как она ощущала тебя? Он показывает, он становится ярким, потом пухнет. Так она себя и ощущала. Хорошо, Лаура. Вот это ощущение, вы знаете теперь, откуда оно пришло. Ощущение пустоты идет снова. Арахной, 12 лет ты сидел в этом биопуле. Неограниченное количество энергии ты у нее воровал из ее коронной чакры. Как ты ей мешал развиваться? Расскажи мне. Как ты блокировал ее жизнь? Как это отражалось на физическом плане ее? Он показывает, сперва это был затылок, потом он заполонил полностью все, лоб. У него как место там, сверху головы еще находятся волосы, везде плетен. Понятно. Хорошо. Начинаем с вытаскивания, что осталось. Начинаем с джина. Джин. Вот тебе выходить не надо. Втягивай в себя все свои подключки, пыль, все, что я оставил в ее биопуле. Ничего не забывая доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером в несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, существует вероятность того, что ему будет нанесен сильный ущерб. Готов. Хорошо. Инкуб, выходи. Отключайся от нее. Накидка есть в ее биопуле? Это больше не накидка, это что-то похожее на твердую массу, как латы какие-то на градионе. Нормально. И как оно отражалось на окружающих? Кем они ее видели? Какие она эмоции вызывала в них? Он показывает, как он перекрывает ее голосовую чакру. Ощущение было, что она заикается. Понятно. Но как люди ее воспринимали? Что они видели? Тяжесть на груди у нее от этих лад. Хорошо. Он все снял, Вера? Нет, он снимает. А люди видели ее искаженно. Видели что? Искаженно, как будто у нее какое-то искажение, косоглазие, а потом заикание. Вот откуда она. Он показывает со стороны. Хорошо. Я все снял. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, ничего не забывай, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Вот Лизарда, у него нити такие ведут, и сердечные чакры в руки. И она руками делала какие-то бесполезные движения, складывала их пальцы как вместе, потом расцепляла. Как будто он руководил ее руками. Контролировал. Он все снял. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Лауру на чистоте гуманоида и его конструкции, если остались не вытащены. Чипы, датчики, импланты, конвекторы. Выводи их, отключай. Все, что выходит, зависает перед ней. Нет, все вышло раньше. Все вышло раньше. Хорошо. Так. И скэнер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Хорошо. Одной проблемы меньше. Арахноид, выходи, снимай всю свою паутину. Иголки вытаскивай, ничего не забывая, возвращайся назад. На него не так иголки, как какое-то место такое сплетено, как корзина на голове, а толпа внутрь. Волосы, затылок он все убирает. Готово. Даю команду на рассинхронизацию лауры с арахноидом, гуманоидом и его конструкцией, лизардом, инкубом и джином. На счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет лауре этим светом, она выдалит из себя все негативные патогены, низкоаберационные, чужеродные, остаточные энергии, начистоток интерферентов и их подключик. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Готов, шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Иду команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, но у нее очень много реакций, мыслей, которые она за свои принимала. Чужеродно. Эти чужеродные мысли подсвечиваются в ее биополе, в ее щетка ясно не пульсирует. Даже движение, она руки вперед вытянула и смотрит на них, руки подсвечиваются, и голова. Сердечная чакра. Подхожу к ней, помогая моей энергией выдавить это все в шар. Перед ней 1, 2, 3. Пошел процесс, все выдавливается. Она говорит, если я это выдавлю, я останусь пустая. Наоборот, вы уберете это все и будете чистой для энергии, которую мы хотим вас заправить, вашими родными энергиями, а не энергиями интерферентов. Хорошо, я доверюсь. И, Влад, помогай, выдавливаем это все, все эти мысли формы, все формируется перед ней в шар. Красный шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к Лауре, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактической дроне, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, мой вопрос. Кто из вас присутствует в квартире Лауры сейчас? Рахноэда есть. А что, Джин? Джин молчит? Больше ни у кого? Подожди, я смотрю. У Джина есть пыль? Конечно, есть. Да. Хорошо. Итак, у меня сегодня нет заказа на чистку квартиры Лауры. Но если он поступит, я там обнаружу Джин или арахноэда с его потомством, будет очень неприятная ситуация. Поэтому я рекомендую вам забрать все, что вы оставили в этой квартире сейчас. Всю свою пыль. Никаких новых интерференций. Потому что если мы второй раз встретимся здесь, в этой клетке, будет совсем другой разговор. Тогда вы уже не уйдете никуда, кроме галактического ядра. Открываю и отпускаю Джина на его чистоту. Он сам зайдет в квартиру и сам все уберет. Открываю внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инкуб, ты больше не придешь. Тебе это понятно? Конечно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Лизард, твое присутствие здесь больше нежелательно, чтобы вежливо тебе сказать. Тебе понятно это? Ну, ясно, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Арахноид, то же самое касается тебя. Собирай все свое потомство. Я тебя отпускаю на твою чистоту. Собирай, выводи из этой квартиры, чтобы там ничего не было. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствую. У меня гуманоид Сириус. Три года. Один из семь месяцев, год и семь месяцев была конструкция в биополе. Вернули 6% души. Забираем, конструкцию уничтожит. Вот конструкция, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Много становится здесь ловцов душ. Даже мы заметили. Хорошо. Готово, я бы забрали. Поехали дальше. Хорошо, Лаура, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Много энергии, много свежести. Но я не знаю, как сохранить энергии. Они улетучиваются. Как их удержать? Они легкие. После этого сеанса наш администратор перешлет вам рекомендации после сеанса, что нужно делать. На нашем канале есть специальный плейлист с обучающими видео. Вы должны смотреть их, понимать, как заправляться энергиями, как выставлять меркабу, как выдавливать из себя негатив. Это три вещи. Вы должны каждый день выдавливать из себя вечером негатив. Каждое утро заправлять себя энергиями. Цифры мы вам назвали. Вы должны каждый раз чувствовать, когда эти энергии идут, ощущать их по цветам, цветам радуги, то есть цветам чакр. Красное до фиолетового, снизу вверх. Вот поступают эти энергии. После того, как вы заправились энергиями, вы должны их синхронизировать и гармонизировать. Это очень важно, чтобы все эти энергии распределились по всем чакрам. Вся эта информация есть. Если у вас будет желание, вы ее обязательно найдете на нашем канале в разделе «Обучающие видео». А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И не забывайте еще, конечно, выставлять меркабу каждый день. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лауры в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я вижу меркабу, она сохраняет мои энергии, защищает их. Это дает мне спокойствие и уверенность. Отлично. Готово. Отключайся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok